Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость – точный проверенный пророк. Он говорит, это конец мира, каким мы его знаем. Чтобы узнать все подробности, смотрите далее в нашем выпуске. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Эфир с моим гостем Джонни Энн Лоу был запланирован позже, в этом году. Но Дух Святой полностью пересмотрел наш график и сказал мне, это пророческое слово должно прозвучать сейчас. Джонни, вас знают уже во всем мире благодаря написанной вами книге о Семи горах. Для тех, кто с нею не знаком, скажите, что это за семь гор таких? Семь гор – это семь основных сфер жизни общества. СМИ, образование, правительство, экономика, семья, искусство и развлечения. Плюс холм религии. То есть служение в привычном для нас виде. Суть в том, что нам нужно выполнить задания на одной из этих семи гор. Мы призваны нести царство Божие в эти семь сфер жизни общества, а не просто ходить на церковные собрания. У каждого ли есть задание оказать какое-то влияние на эти сферы? Абсолютно. Я верю, что задание дано Богом всем 100% людей. Это точно. Какая захватывающая мысль. Вы встречаетесь с лидерами наций, вы изменили финансовое положение целых городов и даже некоторых стран. Так расскажите мне вкратце о тех сферах, в которых вы трудитесь сами. Немного о себе. Думаю, лучшим свидетельством будет Перу. Мои родители были там миссионерами. Там я родился и вырос. Это была невероятно бедная страна. 90% населения были за порогом нищеты, а не просто бедности. Господь позволил нам быть катализаторами. Мы не сделали все, но мы точно стали катализаторами, поскольку провозглашали реальные вещи, как, например, обнаружение запасов золота и тому подобное. Очень практично. Да, уровень нищеты упал с 90% до 2%. В прошлом году меня пригласили в Конгресс и вручили почетный диплом за мое служение именно там, в Перу. Верно, и Перу не единственное. Ваше учение влияет на многие, очень многие части мира. Итак, вы пророк, и когда начала развиваться ситуация с коронавирусом, вы получили потрясающее пророческое слово. Теперь расскажите нам о нем, пожалуйста. Чтобы не случилось последующие часы и дни, всем нужно оставаться в покое. Это не конец. Это конец мира, каким мы его знаем. Это не только не конец, это начало эры царства. В это время церковь поймет, что царь и его царство неразделимы. Церковь переживала период остановки в развитии, вызванный попытками покинуть эту планету прежде, чем мы явим царство. Мы думали, что достаточно просто рассказывать о царе. Но царь неотделим от своего царства. Ищите прежде его царство. Четыре года назад я впервые получил слово об этом. Я уже упоминал ранее, что Господь проговорил мне о грядущей победе президента Трампа. Когда Бог сказал мне об этом, я не был уверен, что это мудрое решение. Увидев видение, я подумал только не это. Но Господь проговорил ко мне. Он избавит себя от того, о чем ты даже не подозреваешь. Это мой кандидат, и у меня для него особое задание. Даже его имя о многом тебе скажет. Трамп, так я делаю провозглашение. Я делаю свой ход, какие бы карты не выкладывал враг. Твоя страна, Соединенные Штаты Америки, будет известна как до Трампа, так и после него. И весь мир будет известен как до Трампа, так и после него. Что имел в виду Бог, сказав, это конец мира, каким мы его знаем. Он анонсировал новую эру. Значит, вы увидели не то, как катаклизмы разрушают этот мир. Вовсе нет. Это будет движение вверх во славу Божию. Вы знаете, разные люди называют это пробуждением или возрождением, но это будет больше, чем пробуждение, потому что оно включает в себя преображение городов и стран. Мы увидим, как движение Бога затронет целые регионы. Пять лет назад я написал в своей книге, я верю, что к 2050 году 50 стран будут послушно действовать в свете сынов Божьих. Они несовершенны, но они будут двигаться в этом направлении. Что же произойдет, чтобы мы начали двигаться по этому пути? Я знал, что это будет то, что очень сильно затронет все общество. Вы верите, что мы уже, как бы это сказать, очень близки к суду последнего времени, о котором сказано в книге Откровения, что его время уже пришло? Во что вы верите? Нет, я проводил исследования каждого поколения со времен апостола Павла. Каждое поколение, перед которым стоял вызов, будь то чума, война или что-то еще, пыталась интерпретировать его как признак последнего времени из Писания. Эти аспекты всегда интерпретировали в связи с современным поколением. Но концепция такого понимания была неверной, потому что в деяниях ясно сказано, что небо должно было принять Иисуса Христа до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Там не сказано, что нужно исследовать то, о чем говорили пророки. Давид, который назван пророком, говорит во втором псалме «Проси у меня, и я дам тебе народы в наследие». В книге Исаии, 60-й главе сказано «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма, а над тобою высияет Господь. Затем придут народы к свету твоему. Аввакум говорит об этом дне, ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Соединяя этот стих с главой Исаии, вы понимаете, что слава Бога не умножится, если Он отставит нас в сторону и затем явит Свою славу. Его история становится более захватывающей, когда Его слава видна на Его сыновьях и дочерях, когда Его сыновья и дочери сияют. Иисус продолжил эту тему «светите». Вы — соль земли, вы — свет миру. С первого же послания Он ищет сыновей и дочерей, которые вместе с Ним будут являть Божие царство в обществе. Вот что я скажу. Но этот взгляд отличается от распространенного богословского взгляда на последнее время. К слову, я знаю людей, которые говорят, «Иисус скоро вернется. Значит, я не буду поступать в колледж, не буду начинать бизнес. Я всегда хотел сниматься в кино, но уже не буду с ним связываться. Все, что я буду делать, — это жить для Иисуса. Но они не так уж много совершают в своей жизни. Что бы вы сказали таким людям? Могу сказать, что я тоже был таким же. Когда мне было 13 лет, меня убедили, что 10 рогов из книги «Откровения» — это 10 европейских наций. Мне было 13, и я подумал, у меня даже нет шанса успеть жениться. Подобные убеждения были распространены среди моих друзей более 40 лет назад. Они тоже думали, у нас нет времени что-то начинать. Как вы сказали, нет времени начинать учиться, нет времени идти к своей мечте, строить что-то долговечное. Это некий эффект микроволновой печи в христианстве. Люди верят, что все должно произойти в ближайшие месяцы, что Иисус придет совсем скоро. А я, как ни странно, женат уже больше 32 лет. Мне не стоило так паникаваться. Однако ситуация повторяется. Мы хотим понять, когда наступит последнее время. Это вирус врага. Он хочет лишить нас силы и помешаться выполнить нашу задачу. Получается, вы говорите, что важна неопределенная дата. Важно определенное задание. У Джонни есть слово от Бога, которое полностью разрушит и уничтожит ваш страх перед коронавирусом и тем, что последует за ним. Мы скоро к вам вернемся. Не уходите. Джонни, Бог показал вам состояние людей. Впрочем, вы видите их и в обычной жизни. Я никогда в жизни не встречал настолько напуганных людей. Бог сказал вам, это иррациональный страх. Вероятно, самое заброшенное поле миссии для церкви, для тела Христова, это гора СМИ. Мы не можем о ней забывать. На ней царит и коррупция, и зло. Там воплощается план страха и тьмы. В своей книге я упомянул Аполеона и Львиафана, как правителей на горе СМИ. Они разрушают, они извращают. Враг ведет там масштабную работу. Там идет духовная битва, в которой также участвуют люди. Мне кажется, что на наших глазах разыгрывается идеальная постановка четвертой главы Евангелия от Марка. В ней Иисус призвал своих учеников и сказал, «Давайте сядем в лодку и переправимся на ту сторону». Это пророческое слово прозвучало до того, как они сели в лодку. Иисус не сказал, «Послушайте, не бойтесь, начнется буря, она будет довольно внезапной». Господь не сказал об этом. Интересно, что, давая пророческое слово, Господь редко говорит о предстоящих испытаниях. Главное испытание — это сразу поверить в то, что Он сказал. Я считаю, что это и есть испытание. Он редко нам об этом говорит, потому что мы ответим, «О, нет-нет, я, пожалуй, воздержусь». Верно? Он сказал, «Переправимся». Он уже провозгласил это. Бог воплоти пророчествовал. «Переправимся». Но в пути началась сильная буря. Мы могли бы сказать, «Разразилась буря». Ковид-19. Ученики смотрели, как Иисус сладко спит на своей подушке. В Библии отмечается, что Иисус спокойно спал. Ученики разбудили Его. «Учитель, тебе нет дела, что мы погибаем?» Есть ряд условий, которые питают иррациональный страх. Но дело вот в чем. Господь научил меня такому принципу. «Попав в бурю, не стремись получить новое пророческое слово». То, что было истинно до бури, по-прежнему истина. Ученики паниковали только из-за своего маловерия. Господь проснулся, запретил ветру и успокоил бурю. Потом Он упрекнул учеников, но за бортом страшная буря. Почему Иисус упрекает учеников за маловерие? Потому что Он говорил, «Переправимся на другой берег». Хочу сказать целу Христову. В начале 20-го года достоверные пророческие голоса, за которыми вы следили многие годы, говорили не о катастрофе, не о приговоре, но о годе большого прорыва, новой эре, начале десятилетия, которое станет десятилетием эры царства. Обещания, которых пророчествовали в начале этого года, не были отменены из-за бури, вызванной ковидом. То, что, как нам кажется, нас уничтожит, скорее катапультирует нас на другой берег. Бог направил вас ко второй книге Паралипоменон, 20-я глава, 20-й стих. Что там сказано? Там сказано о вполне очевидных вещах. Это картина данного года. Царь Иосафат узнает о том, что его окружили маовитяне и амунитяне. Их армии были намного больше армии самого Иосафата. Вторая книга Паралипоменон, 20-я глава, 20-й стих. Судя по всему, ему пришел конец. Да, он думал, Боже мой. Он очень испугался и созвал совет. Сейчас по всему миру проходят особые молитвенные собрания, церковные служения, как в залах, так и онлайн. И было очень много собраний, на которых люди спрашивали Господа, что все это значит. Был пророк по имени Иазиил. Интересно, что означает его имя? Его имя означает «Тот, кто наблюдает за Богом, а Бог наблюдает за ним». Он смотрел на все глазами Бога, так же, как Халиф. На одной и той же территории соглядаты увидели разные. Десять из них были, как обычные СМИ. Они увидели гигантов и трудностей. Халиф смог увидеть среди этих затруднительных обстоятельств огромный виноград и землю, в которой течет молоко и мед. И Иазиил сказал Иосифату, «Послушай, тебе не придется вести эту битву. Это битва Господа. Тебе просто нужно прийти на поле сражения, но сражаться за тебя будет Бог. Расположись на поле битвы». Царь Иосифат увидел в этом пророчестве стратегию ведения боя с певцами Господу. Они пошли впереди. Написано, когда эти поклонники славили Бога, враги начали убивать друг друга. Мы слышали, что хвала и поклонение не орудие против врага. Но я верю, что мы призваны славить Бога в это время, потому что наши враги вовсе не маовитяне и аммонитяне. Наш враг — страх. Нам нужно искоренить этот страх, поселившийся внутри нас, славя и поклоняясь Господу. Тогда враг расправится сам собой. На это нужно посмотреть с практической точки зрения. И в нашей стране, и в других странах мира идет глобальная пропаганда сил тьмы, направленная против президента Трампа из-за его предназначения от Бога и против экономики Соединенных Штатов. Есть люди, которые хотят принести в жертву экономику всего мира. Они хотят повсеместно видеть смерть и разрушение, чтобы самим держать ситуацию под контролем. Так что мы видим, как на наших глазах оживает сюжет второй книги «Паралипомен». Но опять же, это хорошая новость. Есть вызов, он больше нас, он нам не по силам. Но на небесах ведется спасательная операция от нашего имени, если мы твердо стоим на поле битвы и знаем, что это битва Господа. Я услышал в ваших словах, «Это лишь небольшая буря». Совсем скоро наступит царство Бога. В следующей части, когда Джонни помолится, многие мгновенно почувствуют сверхъестественное знамение от Бога в своем теле, которое укажет, на какую из семи гор вы призваны. Не переключайтесь! Что же теперь? Бог показал вам что-то по поводу следующих выборов. Да, я уверен, что он победит. Президент Трамп победит. Я уверен, что Бог дал мне три разных сценария. В них были цифры 51%, 57% и 71%. Это может быть абсолютная победа или едва заметный перевес, в зависимости от того, как будут участвовать Дети Божьи. Поэтому нам нужно восстать и сиять. Вы сказали «участвовать». Речь идет о голосовании, молитве или о чем-то другом. Если бы Церковь просто приняла участие в голосовании, результатом был бы 51%. 57% — если бы мы голосовали и молились, активно молились. И большой перевес — 71% — если бы мы облекли свою любовь в действие, активно участвуя во всех сферах жизни общества. А именно, если бы мы сделали хотя бы что-нибудь, дабы достичь примирения в расовом вопросе, где сейчас очень активно действует враг. Нам стоило бы приложить к этому хотя бы минимальное усилие. У Бога готова спасательная операция. Вы видели, как он молится в Белом доме? Расскажите, что вы видели? Я увидел, как Трамп окоснулся Дух Святой. У них произошла встреча лицом к лицу. Я сказал, он перейдет на следующий уровень. Когда это произойдет, конфронтации меньше не останет. Но Бог уже ведет его. Бог вложил в него чувство справедливости и стремления разобраться с коррупцией. Он знает намного больше того, что знаем мы. Он знает, что дело не только в коррупции. На вершинах этих гор действует высший уровень сатанинского зла, какой только можно представить. Он все это видел. Господь коснется его. Я думаю, что на втором сроке вы увидите более патриархального Дональда Трампа. Мы увидим того, кто больше будет демонстрировать сердце отца. Сейчас он больше напоминает Давида. Люди забывают, что речи Давида не были приторными. Вспомните, что он говорил Голиафу, кем ты себя возомнил. Давид ответил ему длинные речи. Когда я покончу с тобой, отдам трупы войска филистимского птицам. Это был очень и очень агрессивный язык. А что означает имя Дональд, главный лидер? О, разве же это не удивительно? Да, 46-й псалом, говорит, вошел Господь при звуке трубном. Я хочу, чтобы вы помолились за сверхъестественное знамение. Я уже говорил, что у 97% из вас основное задание связано с одной из семи гор. Причем это не гора церкви, и речь идет не о традиционном служении. Это может быть СМИ, экономика, правительство, образование, семья, искусство или развлечение. Я просил Господа дать знамение. В своей книге я пишу о том, что лучшие дни впереди. Эти лучшие дни намного лучше, чем вы можете подумать или представить. Бог желает доказать это всем зрителям данной программы тем, что совершит чудеса и знамения в вашем теле. Всего их будет всем. Мы сделаем это очень быстро. Запомните, какое знамение вам будет дано. Вы можете отвлечься на само ощущение знамения. Но, пожалуйста, помните, оно лишь средство. В конце я буду дуть в шафар. Да, именно так. Это активизирует знамение. Шафар обладает огромной силой. Многие ли принимают знамение в своем теле, когда вы молитесь или дуете в шафар? Очень высокий процент. Ну тогда я согласен. По каким-то причинам некоторые ощущают знамение чуть позже, в тот же день или проснувшись ночью. Для примера я расскажу об одном из знамений. Если у вас есть призвание к творчеству на горе искусства и развлечения, если у вас творческое призвание, то когда я буду дуть в шафар, ваша левая рука анимеет. Не покажется немой, а анимеет. Или же она начнет непроизвольно трястись. Вы не будете трясти ею сами. Вы это почувствуете. Бог все вам объяснит. Это лучше, чем пророческое слово. Знак номер один для призвания к искусству и развлечениям левая рука. Правая рука — это гора экономики. Если же вы почувствуете руку на своей голове, а так было уже с тысячами людей, это означает, что у вас есть призвание на горе правительства. Не обязательно, что вы призваны быть каким-либо президентом. Бог прояснит, если вы призваны быть кандидатом, ходатаем, соратником или спонсором какого-то человека. Но это знамение, рука на голове, значит, что у вас есть важное предназначение на горе правительства. Возможно, вы почувствуете, что ваши веки дрожат. Я не могу это изобразить. Это должно быть по-настоящему. Дрожащие веки означают гору образования. У вас есть задание на горе образования. Знамение слез означает, что Господь вложил вас к своей слезы. Вы почувствуете какие-то перемены в своем сердце. Бог призывает вас на гору семьи и дает вам следующую меру, следующий уровень сострадания. Из ваших глаз потекут слезы, которые Бог вкладывает в ваше сердце. Это будет непроизвольно. С некоторыми это уже происходит. Если ваши ноги начали неметь или гореть, или что-то поднимается по вашим ногам, и главное, вы понимаете, что это сверхъестественно, это призвание в сферу СМИ. Призвание стать проводником царства и нести дух благой вести. И, наконец, если Бог желает подтвердить то служение, которое вы уже несете, пастырское, или какое-то другое служение на горе религии, вашим знаменем будет радость. Мы не видим всех, но кто-то будет рыдать, а кто-то будет смеяться. Будет множество знамений, и они будут активироваться прямо сейчас. Просто поднимите руки и скажите, «Господь, я приму любое знамение и чудо». Спасибо, Господь! Спасибо, Господь! Просто принимайте это. Это не остановится. Просто принимайте. Спасибо, Господь, что являешь эти знамения во имя Иисуса. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Джонатан Канн. Присоединяйтесь ко мне в программе «Это сверхъестественно», где я раскрою самое важное откровение. А именно, пришло время второго предвестника. Болезнь близкого человека может огорчить вас. Тревожное ожидание новостей об улучшении может опустошить вас. Когда надежда угасла, вам нужны силы. Научитесь размышлять над Словом Божьим. Шестью десятью местами Писания, которые принесут вам покой, надежду и ободрение. Книга Сидорота «Исцеляющие места Писания» станет мощным инструментом, который поможет вам по-новому пережить Бога и получить полное исцеление. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю 2,5 раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 2 тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!